В эфире информационный канал Город. Мы продолжаем. Один человек получил тяжелые травмы в ДТП под Белой Холунице. Автоледи на иномарке не заметила пешехода. Подробности в рубрике «Место происшествия». Материал имеет возрастные ограничения. По данным ГИБДД, авария произошла вечером на 22-м километре дороги Белой Холунице-Кирс. Автоледи на иномарке не среагировала на лежащего пешехода. 36-летняя женщина-водитель автомобиля Ниссан, по предварительным данным, совершила наезд на пешехода, который лежал на проезжей части. В результате происшествия 24-летний мужчина-пешеход получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Сейчас в ГИБДД уточняют детали происшествия и степень вреда здоровью, причиненного пешеходу, по предварительной информации, у пострадавшего перелом таза и травма головы. В Кирове за неуплату налогов осудили директора Волговятского механического завода Алексея Шихова. 35-летний руководитель предприятия уклонился на 22 миллиона рублей. В налоговую он предоставлял недостоверные декларации. В итоге суд назначил наказание Шихову в виде штрафа в 400 тысяч рублей, но впоследствии амнистировал. Впрочем, иск налоговой на сумму более 22 миллионов рублей суд удовлетворил. Также суд сохранил арест на имущество Шихова на сумму более 7 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу. Устроили настоящий погром посетители сауны на улице Лепсе. Судя по всему, градус зашкаливал не только в парилке, но и в стаканах для спиртного. После всего выбитого кто-то из приятелей потерял два телефона. Поиски мобильников закончились неудачей. Тогда друзья устроили драку. Молодые люди били не только друг друга, но и все, что под рукой. По сауне летала микроволновка, факс, а также осколки разбитых стекол. Затем компания попыталась скрыться, но их задержали полицейские. Всем троим предстоял долгий разговор с полицейскими. Судя по всему, визит в сауну обойдется им в круглую сумму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова